Вы смотрите программу «Губерния» и вот главная тема выпуска. Плюс 10, мерзнем, уже заболели. Многочисленные жалобы поступают на нашу горячую линию. Даже после решения властей возобновить отопительный сезон, потеплело далеко не везде. Почему? Расскажем. Я даже подойти не могла. До такой степени все было завалено. Скорбеть по единственному погибшему сыну Татьяне Кулиевой приходится рядом с мусорной свалкой. Несколько лет женщина бьется, чтобы контейнер убрали от аллеи почетного захоронения на Кохминском кладбище. Выделенные полосы для общественного транспорта, новые пешеходные переходы, светофоры и остановки, строительство островков безопасности и высадка сотен деревьев. В мэрии во вторник обсуждали реконструкцию проспектов Ленина и Шереметьевского. Наши люди очень-очень добрые и очень... Да и лучше наших людей нет, российских. В преддверии Дня Победы всех ветеранов нашей области поздравляют волонтеры. В гостях у Софии Михайловны побывала наша съемочная группа. Подробности расскажем. Я в этот момент представляла своего деда. В Ивановской колонии поставили спектакль «Ко дню Победы». Стихи для постановки написала одна из осужденных. Барс пригласили на премьеру. А также не пропустите расплата за взятку. Стройфирме придется заплатить многомиллионный штраф. Расписные ковши. Профессионал «Ко дню Победы». Горячая статистика пожарных будней в нашем эфире. С вами Татьяна Прокопенко. Здравствуйте. Сейчас об этих и других событиях подробнее. Плюс 10 мерзнем уже заболели. Многочисленные жалобы поступают на нашу горячую линию. Даже после решения властей возобновить отопительный сезон, потеплело далеко не везде и не у всех. Почему и как дождать тепла, расскажет Марина Зенина. На прошлой неделе из-за похолодания решение продолжить отопительный сезон приняли почти во всех районах. Где-то его и не завершали. В правительстве накануне сообщили о пуске тепла по всей области. В Иванове топить перестали 25 апреля во время длительного теплого периода. 3 мая в пятницу приняли решение о возобновлении подачи тепла в социальных учреждениях по заявкам. Со вчерашнего дня начали запускать ТЭЦ и котельные, чтобы возобновить подачу тепла в жилых домах. Однако температура повысилась далеко не везде. В нашу редакцию приходят многочисленные жалобы со всех уголков города. Кому-то тепло дали, но отключили. У кого-то батареи до сих пор холодные. Кто-то остался еще и без горячей воды. Вот я потрогала, были чуть теплые, как парное молоко. Это было где-то в обед. Сейчас я трогаю, они холодные, опять остыли. Позвонила к домправлению, а слесарь говорит, а что я сделаю? ТЭЦ не работает. Запустить ТЭЦ не так-то просто. Летом горячее водоснабжение осуществляется в основном за счет ТЭЦ-2. Чтобы возобновить подачу тепла, пришлось перераспределять контуры и на ТЭЦ-3. Установлена циркуляция, включены сетевые насосы на источнике ТЭЦ-3. Идет набор, ну, установление требований гидравлического режима. И, соответственно, после прогрева оборудования основного генератора будет установлена требована температура теплоносителя в подающем трубопроводе. По контуру ТЭЦ-2 таких операций не требовалось. Здесь просто поддерживался гидравлический режим по мере включения потребителей управляющими компаниями. По контуру ТЭЦ-3 нормативные температуры должны достичь к вечеру вторника. После этого тепло придет и в дома. Несмотря на то, что соцучреждения подключили в первую очередь, тревожные сообщения поступают из детских садов. Добрый день. Детишки в шестом саду на улице Акуловой замерзают. Ивановый скош, обеспечивающий подачу тепла через свою котельную, отказывается возобновить работу котельной. Помогите. В мэрии рассказали, у котельной Ивановый скош повреждение на газопроводе. Специалисты должны его устранить. После этого теплоноситель будет запущен. Детский сад номер 87. Третий Чайковского 2А. Отопления нет. Дети мерзнут. В группе 14 градусов. В спальне 16 градусов. Дети просто замерзают. Сад номер 87, как и часть сортировки, отапливается от котельной РЖД. Запустили ее только во вторник. И в 87-м саду обнаружили течь. Устранить неисправность обещают в среду вечером. Сложно. Возникает вопрос, зачем отключать и снова включать отопление? Почему нельзя просто снизить температуру теплоносителей и радиаторов соответственно? Специалисты отвечают. Вода в батарее и краны ГВС горячего водоснабжения поступает из одного источника. Минимальная температура у нас на ГВС. Мы выдерживаем 68 градусов. Ниже которой уже есть вопросы по длине от источника до потребителя. Идут потери естественно. И соответственно у некоторых потребителей на температуру, если мы будем держать допустим 60 градусов или 62, к ним будет приходить менее 60 градусов. Что в принципе недопустимо. С 7 мая отопление появилось в 75 процентах домов. Два источника тепла в городе Иваново пока не запущены. Кроме того, подключение зависит от управляющих компаний. Сотрудники должны проверить системы и спустить воздух. По прогнозу, плюс 14 днем обещают только с середины следующей недели. Марина Зеина, Владимир Хмелев, телекомпания БАРС. Выделенные полосы для общественного транспорта, новые пешеходные переходы, светофоры и остановки строительства островков безопасности и высадка сотен деревьев. В мэрии во вторник обсуждали реконструкцию проспектов Ленина и Шереметьевского. На общественный совет приглашали всех желающих, но народу пришло немного. Возможно, потому что дату озвучили лишь накануне. Возможно, сказалось время проведения, разгар рабочего дня. Но впереди еще не одно такое обсуждение. Проект реконструкции проспектов разрабатывался еще в 2022 году. Прошедшие в прошлом сезоне ремонты не затрагивали схему движения транспорта. Концепты изменения разработаны Ивановским архитектурным бюро и сейчас представлены для обсуждения. Этот проект рассчитан не на один год. Он достаточно и капиталоемкий, и энергоемкий. Его основной задачей будет все-таки упорядочить движение и общественного транспорта, и изменение схемы организации движения на проспектах, что позволит увеличить пропускную его способность и повысит безопасность как для пешеходов, так и для водителей. Безопасность повышают успокоением трафика, то есть снижением средней скорости потока. Это достигается искусственным заужением полос и обустройством островков безопасности. Рефюжи – это островки безопасности, назовем их так, канализированные движения, которые помогают людям ориентироваться и передвигаться по городу непосредственно не только по разметке, а прямо по существующей геометрии. То есть повернуть влево или вправо у них никак не получится, потому что они оказываются в канале, который их ведет в правильном направлении. То есть это тоже успокаивает трафик. Ну и, конечно же, островки безопасности – это не только успокоение, это безопасность самих пешеходов. Перспектива заужения полос вызывала возмущение автомобилистов и раньше. Без вопросов по этому поводу не обошлось и на обсуждение. Вспомнили, что даже прокуратура вносила представление мэрии. Но был ответ – все просчитано и соответствует ГОСТу. Уменьшение шириной полосы движения до разрешенных трех метров в нашем случае связано в первую очередь с тем, что нам необходимо в существующих границах улиц необходимо нам организовать дополнительные полосы для левого поворота и для правого поворота, чтобы нам пропустить большее количество транспортных средств. Этот вопрос был обсужден и с сотрудниками прокуратуры, сотрудники государственной дорожной службы. И все с этим решением согласны. В прокуратуре, да, ранее было выписано предписание или предостережение, представление, но на сегодняшний день этот вопрос урегулирован. Три метра ширина полосы – это нормативная ширина, которая позволяет организовывать движение на наших проспектах. Широкими до четырех метров оставят крайние полосы для общественного транспорта. На отдельных участках они и вовсе будут выделенными. Как, например, по проспекту Ленина, в том числе в районе площади Пушкина. У меня сразу вопрос, что касается выделенных линий для общественного транспорта. Классная идея. В Москве мы сами видим, что это достаточно активно и эффективно используется. Но, при всем при этом, в Москве везде установлены камеры видеонаблюдения. Если у нас не будет камер видеонаблюдения, все будут ездить по этим линиям просто безнаказанно. Предусмотрена ли в нашем городе будет установка специальных камер видеофиксации, которые бы нарушителей ловило. Дополнительные камеры видеофиксации предусмотрены, в том числе и на выделенных полосах, заверили председателя городского совета. В целом, схема предусматривает много новшеств. К примеру, хотят добавить 13 регулируемых и 5 нерегулируемых пешеходных переходов. Установить светофорные комплексы на перекрестке Шереметьевского проспекта и улицы 10 августа, а также проспекта Ленина и улицы Крутицкой. Сделать полностью односторонними улицы Пушкина и Садовую, а Дзержинского наоборот двусторонний. Плюс озеленение, комфортная среда в прилегающих зонах и создание условий для велосипедистов и самокатчиков. Целых 12 километров дороже для них. С концепцией можно детально ознакомиться на сайте администрации города Иваново. Татьяна Прокопенко, Владимир Хмелев, телекомпания «Барс». В Иваново бездомный мужчина чуть не сгорел в заброшенном здании, а семья Ишуи чудом успела спастись из горящего дома. Горячую хронику последних суток расскажет моя коллега Алина Марычева. За последние сутки пожарные выезжали на вызовы шесть раз. Вот самые громкие происшествия. Начнем с Иванова. Вечером спасателям поступил сигнал с улицы поэту Майорова. Горело заброшенное двухэтажное здание. В ходе разведки огнеборцы обнаружили внутри постройки мужчину без определенного места жительства. Его незамедлительно вывели на улицу и передали медикам. Предварительно известно, неустановленные лица подожгли текстильную продукцию и оставили бездомного мужчину в полыхающей заброшке. К счастью, его спасли сотрудники МЧС. Второй серьезный пожар случился в Шуе на Ивановской улице. Загорелись два дома и баня. К счастью, семье из четырех человек удалось самостоятельно покинуть жилье через окно. Входная дверь уже была объята огнем. Из-за плутной застройки пламя быстро перекидывалось на соседние строения. Рядом с домом располагался столб в линии электропередачи. Обгоревшие провода валялись на земле, что создавало угрозу для жизни пожарных. По итогу огонь уничтожил более 100 квадратных метров построек. Предварительно установлено, пожар связан с неисправностью электропроводки дома. За взятку чиновнику по постановлению прокуратуры стройфирму оштрафовали на 10 миллионов рублей. Как установили следователи, в 2021 и 2022 году директор строительной компании Юрий Гангура передал более 1 миллиона рублей заместителю главы администрации Ивановского района Андрею Клюенкову за общее покровительство при заключении муниципальных контрактов. Взамен чиновник должен был создать для предпринимателя благоприятные условия, а именно обеспечить его компанией оострой сервис победу на аукционе. В отношении организации, в интересах которой передавалась взятка, возбуждено дело об административном правонарушении по статье «Незаконное вознаграждение от имени юридического лица, совершенное в крупном размере». Суд постановил привлечь строительную компанию к административной ответственности в виде штрафа в размере 10 миллионов рублей. В настоящее время в отношении участников процесса рассматриваются уголовные дела. Наш следующий репортаж с Кохомского кладбища. Туда съемочная группа «Барса» отправилась вместе с Татьяной Кулиевой. Ее сын, будучи милиционером, погиб при исполнении служебного долга еще в 1999 году. Он похоронен в аллее почетного захоронения вместе с погибшими в Чечне и Афганистане. Через дорогу – мемориал павшим в Великой Отечественной войне. А рядом под уже несколько лет растет свалка мусора. Сейчас расскажем подробности. Раньше на могилу единственного сына Татьяна приходила каждый месяц. Сейчас намного реже подкосила здоровье. Вспоминает, еще в школе Рома мечтал стать милиционером. Поступал в Рязанскую высшую школу МВД, но немного не хватило баллов. Уходя в армию, пообещал маме – свои мечты не изменю. Так и вышло. Только Роман вернулся из армии и поступил в милицию. 13 июля 1999-го получил звание старшего сержанта, а на следующий день был застрелен – в день рождения мамы. Об этом женщину известили с сухой формулировкой – погиб при исполнении служебных обязанностей. Сын. Добрый, хороший. У него должна была быть свадьба, а вот погиб. На могилах плакать нельзя, говорит Татьяна, но не может сдержать слез вместе с материнской скорбью негодование. Вот уже сколько лет женщина приходит к захоронению не сколько с цветами, а с лопатами, граблями и даже наемными рабочими. Надгробие сына – в первом ряду аллеи почетного захоронения, а практически вплотную примыкает мусорный контейнер. А здесь же контейнер маленький, а со всех могил несут. И здесь я вам даже фотографии переслала. Здесь такое творится. Последний раз я приехала перед первым моим, здесь к могиле подойти нельзя было. Мне пришлось людей нанимать, чтобы очищали подход. Просто подход. Я даже подойти не могла. До такой степени все было завалено. Администрация это вообще не волнует. Хотя бы уважение к погибшим имели, а у них как-то все наоборот. В 2014 году мы уже снимали и Татьяну, и все тот же контейнер раздора. Изначально он стоял при въезде на кладбище. Затем его передвинули к аллее почетного захоронения, пообещав это временно. Вернуть мусорку на прежнее место 10 лет назад помог репортаж Барса. Но ненадолго. Спустя время контейнер поставили еще ближе к могилам. На этот раз на бетонную площадку с трех сторон оградив забором. Чище от этого не стало. С тетей Таней, я говорю, она никогда не плачет. Я не видел, чтобы она плакала. Но приезжая сюда раз в год, потому что по ее состоянию здоровья, она не может каждый раз сюда приезжать. Я ее привожу. Мы убираемся. Но прежде чем убираться, мы с мешками приезжаем и выгребаем весь этот мусор от могилы, который до сих пор там, кстати, валяется. Фотографии, как на память, не с могилой сына, а именно с могилой мусора. Сейчас весь мусор, который ветер разносит по надгробиям, убран. Но женщины уверены, воинское кладбище скоро снова будет напоминать свалку. В администрацию Татьяна уже перестала обращаться. Говорит, там люди непробиваемые. Поэтому снова позвонила на барсы, написала письмо в приемную губернатора. Я считаю, что эта администрация кладбища, она выражает какую-то свою позицию, негативную позицию к погибшим-то. Тем более при исполнении, тем более к воинам. А сейчас еще и воины СВО добавились-то. Ну вот как так можно-то? Я уже устала. Это уже идет, это не первый год идет. Это идет как вот длительным периодом-то. Вот другой пример установки мусорного контейнера. Он расположен практически в конце кладбища. Правда, не оборудован ни бетонной площадкой, ни ограждением. Но зато, как уверена Татьяна, расположен на нормальном удалении и от дороги, и от других захоронений. Мы будем следить за этой историей. Обязательно расскажем продолжение, как только получим ответ Кохмской администрации на наш запрос. Алина Марчева, Владимир Хмелев, телекомпания «Барс». Сейчас короткая реклама. И вот о чем расскажем далее. Наши люди очень-очень добрые и очень лучше наших людей нет российских. В преддверии Дня Победы всех ветеранов нашей области поздравляют волонтеры. В гостях у Софии Михайловны побывала наша съемочная группа. Подробности расскажем. Я в этот момент представляла своего деда. В Ивановской колонии поставили спектакль «Ко дню Победы». Стихи для постановки написала одна из осужденных. Барс пригласили на премьеру. В Иванове во вторник торжественно вручили 9 орденов мужества и 2 медали за отвагу. Награду получили родственники солдат, погибших на СВО. И наши земляки-герои, вернувшиеся из зоны спецоперации. Награду вручили. Медицинского училища, в котором он когда-то учился. В этот день также наградили медалью за отвагу героев, вернувшихся из зоны специальной военной операции. Александра Валерьевича Чистянского и Дениса Сергеевича Смирнова. В свою очередь городские власти выразили отдельную благодарность бойцам, которые, несмотря на ранения, остаются в строю, как на фронте, так и в тылу. Восемьдесят три. Столько участников Великой Отечественной войны живут сегодня в нашей области. В преддверии Дня Победы всех их поздравляют волонтеры. В гостях у Софии Михайловны побывала и наша съемочная группа. Подробности у Юлии Семиной. София Михайловна 97. Родилась в Беларуси. В ее семье было 12 детей. Двое, к сожалению, не выжили. Осталось пятеро братьев и пять сестер. Беднота была ужасная. Я же не училась. Я ни одного класса не окончила. Сама потом работала, приобретала знания о себе. И на работе всегда на доске почета висела моя фотография. София Михайловна одна из немногих еще живых фронтовиков. В 41-м была 15-летней девчонкой. Но страшная и кровожадная война забрала все. Детство, юность, молодость и даже самых родных. Отца убили у меня. На глазах забрали. Его казнили. Бандеровцы тоже. Ему пальцы обрезали, уши обрезали, язык вытащили. Он просил, не убивайте. У меня много детей. У меня большая семья. А они ничего. Вот это бандеровцы. Во время войны София Михайловна попала в партизанский отряд. Кров лилась. Люди гибли. И нас никто, местом и никто не считался. А эти самые вот прислужники немецкие, которые были, особенно вот эти вот бандеровцы, которые служили у немца, эти издевались только так. Резали по ночам, ездили. Где эти самые, где жили гражданские. Сейчас свои воспоминания ветеран сравнивает с плавленным сыром. Годы забрали и это. Но отчетливо помнит, как попало в плен. Юную Соню забрали в гетто вместе с евреями. В подвалах мы жили. То надо спускаться по лестнице, то спину прикладом долбанет и летишь по этой лестнице. А когда победа была близка всех пленных, немцы решили отправить в город Освенцим. Там в военные годы располагался самый большой концлагерь. Еще его называют лагерем смерти. Нам сказали, что поедем за 12 километров эту железную дорогу ремонтировать. О том, куда все-таки поедут, Софии Михайловне поведал польский охранник. Со мной только делился, знает, что я польский язык хорошо понимаю. И все сказал, поедет. Как эшелон приедет, вот вагон загрузят вас, я дверь не буду закрывать. А товарные вагоны были, они там на замке закрывались. Говорит, я закрывать не буду. Как только отъедет от города, в лес заедет, вот и спасайтесь кто как может. Так София Михайловна и еще несколько пленных спаслись от смерти. Работая в госпитале вместе с фронтом, юная Соня дошла до Берлина. Обратно вернулась в декабре 45-го. В Германии ей предлагали остаться учиться, но она выбрала родину. Наши люди очень-очень добрые и очень... Лучше наших людей нет, российских. Медалью Софья Михайловна не сосчитать, но говорит, этим не гордиться. То сейчас вот дадут какую-то медальку и человек гордится чем-то или доказывает гордость. А я считаю, это все в порядке вещей. Это в порядке вещей. Как можно гордиться? Ну я горда за свою страну, за свой народ, за свое правительство. Вот, например, кто-то Путина ненавидит. А мне очень нравится. Человек, то, что надо. Самый ценный главнокомандующий. 83 человека. Столько осталось в нашей области ветеранов Великой Отечественной. Так же, как и София Михайловна, каждый из них получит праздничные наборы и личные поздравления от губернатора. Традиционно 7 по 9 мая участников войны поздравляют волонтеры Победы. Для этого задействовали 65 добровольцев. В преддверии 9 мая мы вручаем ветеранам нашим дорогим подарки. Но помимо этого мы также посещаем их на протяжении всего года. Ведь главный девиз нашего движения – это не только 9 мая. Мы постоянно ходим их, навещаем, спрашиваем, как у них дела, помогаем им по дому, какую-то адресную помощь оказываем, если требуется убраться по дому, купить продуктов, помочь в огороде. Ребята с радостью помогают. В преддверии праздника ветеранов чествуют по всему региону. Волонтеры Победы организовали акцию «Полисадник Победы». Высаживают во дворах участников войны и тружеников тыла цветы. Кроме того, уже по традиции ветераны станут почетными зрителями митинга и шествия войск Ивановского гарнизона. Он состоится 9 мая утром возле мемориала героям фронта и тыла. Юлия Семина, Максим Шишкин, телекомпания «Барс». На Аллее Славы завода «Профессионал» открыли мемориальные таблички с именами сотрудников завода, ушедших на фронт в 41-м. В честь дня Победы выпустили специальные ковши с росписью. Накануне 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне предприятия региона традиционно готовят памятное мероприятие. На заводе «Профессионал» – одном из крупнейших предприятий страны по производству навесного оборудования для строительно-дорожной отрасли на Аллее Славы компания установили таблички с фотографиями и именами солдат Великой Отечественной. Это бабушки и дедушки нынешних сотрудников. Все предприятия, и это стало хорошей традицией, всегда готовятся трепетно к этому празднику. И не только в сегодняшних условиях, но и в целом собирают историю своих предприятий. Победу ковали не только на фронте, но и в тылу. В 2020 году указом президента страны Иванову присвоено почетное звание «Город трудовой доблести и славы». В компании «Профессионал» по традиции каждый юбилейный ковш оформляют авторскими сюжетами. В этом году выпустили ковши, один из которых посвятили Дню Победы. Второй украшен изображением памятника русский Васильев. Эту тему разработали специально. Памятник посвящен освобождению Будапешта и установлен в столице Венгрии. Для изображения воина позировал наш земляк, тейковчанин Василий Головцов. Наш следующий репортаж из Ивановской колонии, которая находится на Болотной улице. Осужденные женщины поставили спектакль ко Дню Победы. Стихи написала одна из заключенных. На премьеру пригласили ветеранов УФСИН, а также нашу телекомпанию. Дарья Костина посмотрела постановку. В исправительной колонии номер 7 отбывают наказания женщины за тяжкие преступления и рецидив. Но сегодня мы увидим их в непривычной форме, а в военной они подготовили спектакль к Дню Победы. Это рассказ от лица маленькой девочки, героя из жизни. Стихи для постановки написала одна из осужденных. Я наркозависимая и отбываю срок за наркотики. Срок мой составляет 6 лет, половину я уже отбыла. На свободе я работала и статистом, и управляющим, и администратором, и писала для сайтов статьи. Олеся Глуа по образованию педагог. Стихи пишет с 12 лет. Говорит, эти строки сложились быстро. Рассказала про судьбы, о которых читала в книгах и журналах. О жизни после войны, о солдате, который лишился ног, но не сломился. И самая драматичная сюжетная линия, по мнению автора. Еврейка, соседка их по коммуналке, во время войны на ее глазах расстреляла гестапо двух ее близнецов. И она сразу посидела, онемела. Плач близнецов слышно стало. Их там гестапо нашла. Мать так кричала, рыдала. Малышкам помочь не смогла. Выбралась мать из подвала. К детям своим подошла. Лежали они бездыханно. Взгляд устремив в небеса. Вам это близко, вы сама, мама? Да. У меня дочке 18 лет. Ждете встреч? Очень. Эту постановку осужденные репетировали месяц. Диалоги, танцы, песни. Встанем и бьется сильнее в груди наша вечная память. Про вечную память говорит осужденная Галина Воробьева. Она из Рязанской области отбывает срок за убийство. Нам она рассказала, на роль дяди Коли согласилась сразу. Перед глазами дед, участник Великой Отечественной. Хотелось отдать день памяти ему. То, что я помню его. И то, что для меня не безразлично, что он был. То, что он пусть и не путевый я человек вышла, но он дал продолжение моей жизни. Также моим детям. Я потеряла семью. И не знаю, увидят, не увидят. Но я прошу прощения у своих детей. Надеюсь, что я смогу изменить. В октябре я освобождаюсь этого года. В колонии как раз отмечают этот спектакль. Репетиции имеют воспитательный эффект. Учат не только патриотизму, но и силе духа. Как у дяди Коли, который после войны работал комендантом, играл на гармонии, пел песни. Посыл такой. Несмотря на трудности, которые есть сейчас в их жизни, нужно идти вверх, поднятой головой, вперед. И только вперед. Зрителей было немного. Это сотрудники колонии и ветераны уголовной исполнительной системы. Говорят, спектакль понравился. Стало теплее, в столь холодный май. Дарья Костина, Денис Железов, телекомпания «Барс». А теперь о погоде на ближайшие сутки. Весна. Время обновлений. В текстильном центре Рио скидка минус 50% на тюль, шторы и портьяры. Выбирайте товары, обозначенные специальными ценниками. Приглашаем за шторами в Рио. В среду в нашем регионе ожидается облачная с прояснениями погода. Температура воздуха днем 4,6 градусов выше 0. Ветер северо-западный 3,5 метра в секунду. Атмосферное давление составит 746 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 54%. Похолодание не думает отступать. По прогнозам синоптиков, незначительного повышения температуры стоит ждать только к пятнице. Сразу после новостей смотрите городскую хронику. Если у вас есть темы для репортажа, интересные видео или замечания, пишите нам на сайте Ивановой Ньюс в разделе «Контакты» и в группу Барса в соцсетях «ВКонтакте» или «Одноклассники». Обращайтесь в мессенджер, телеграм, вайбер, ватсап по номеру, который видите на экране. Или звоните по нему. Я с вами прощаюсь. Удачи всем и хорошего настроения. Субтитры создавал DimaTorzok